Привет, зрители! Ставим лайк и поехали! Но у всякого правила есть исключения. Сара Фергюсон стала единственной из невесток королевы, избежавшей линдзорского проклятия. Как и Диана, Сара с детства была вхожа ко двору. Отец женщины, отстаной майор, еще на службе когда-то тренировал маленького принца Чарльза. Ребенком Фергюсон стала играть с королевскими детьми, среди которых был и ее будущий муж. В те годы, правда, никто даже представить себе не мог, что рыжая хохотунья когда-то породнится с монархом. Дружба с Дианой у Сары началась в 14 лет. У девушек было много общего. Матери каждой из них в свое время сбежали из семей, оставив дочерей на произвол судьбы. Что характерно, родительницы Дианы и Сары в отрочестве тоже были подругами. Диану Спенсер и еще маленькой пророчили в жены принцу Эндрю. А вот Сара Фергюсон никогда не планировала быть королевской невесткой. Все изменилось в 1977 году. Старшая сестра Леди Ди навсегда утратила расположение Виндзоров. Теперь Диана должна была стать женой Чарльза. Так оно и вышло, когда наследник престола окончательно смирился с мыслью, что любимую Камилу ему не заполучить. Став принцессой, Диана быстро поняла, в какую ловушку попала. Дружба с Сарой оказалась для бедолаги единственной отдушиной. Поговаривают, Диана лично поспособствовала близкому знакомству подруги с принцем Эндрю. Скорее всего, королева сердец надеялась, что благодаря этому у нее появится союзница в правящей семье. Никто, включая ее саму, не ожидал, сколько удачным окажется это знакомство. Сара и Эндрю по уши влюбились друг в друга. Против брака восстала королева мать, но принц поставил ультиматум. Либо он женится на Саре, либо связывает судьбу с самой настоящей ночной бабочкой. У Эндрю с Сарой была пышная свадьба, на которой гуляло множество народа. Супругам достались титулы герцога и герцогини Йоркских. Спустя два года после свадьбы на свет появилась маленькая Беатрис, а потом Евгения. Диана радовалась за подругу, но думала, что вскоре она замкнется под гнетом бесконечных правил. Но не тут-то было. Харизматичная и смешливая Сара стала всеобщей любимицей. Диана, снедаемая завистью, пробовала следовать примеру подруги. Но легкие шалости, которые запросто сходили Саре с рук, для жены принца Чарльза выливались в настоящие головомойки, как от королевской семьи, так и от прессы. Несколько лет леди Ди держалась в тени подруги, но потом маятник качнулся в другую сторону. Теперь уже Сара навлекла на себя всеобщую немилость. После родов женщина начала стремительно полнеть. Сказалась природная предрасположенность к лишнему весу. Диана оставалась стройной и изящной, а подруга на ее фоне выглядела ужасно. Газеты травили Сару, называя ее попросту Ферге. Простонародная внешность, полнота и ветренность герцогини Йоркской не нравились народу. Брак женщины трещал по швам, а вскоре они с Эндрю развелись. После развода Сара ударилась во все тяжкие алкоголь, депрессия, безрассудное швыряние деньгами направо и налево. Но потом женщина словно опомнилась и с самого дна снова поднялась на вершину. Несколько книг и самолично снятая лента о королеве Виктории поправили финансовое положение герцогини Йоркской. А к чести Сары стоит заметить, даже когда у нее все было совсем плохо, женщина ни секунды не забывала о дочерях. Сегодня шальная герцогиня опять на коне. С Эндрю они так толком и не расстались. Бывшие супруги даже в шутку зовут себя самой счастливой разведенной парой в мире. Женщина уделяет много времени дочерям, часто появляясь с ними на светских мероприятиях. Даже королева-мать простила Сару, сменила гнев на милость и теперь время от времени видится с бывшей невесткой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Новости Виктория.